всем привет привет с вами за station и у нас такая спонтанная профинансированная нашим подписчикам серия мелких рассказов сэнди митчелла серии похождение комиссара каина что сегодня очень ну собственно говоря многие просили каина но мы дадим вам юргена но мы дадим вам юргена еще раз сегодня будет совсем небольшой рассказик прям такой мини рассказ всего на 10 страничек называется он чашечка река факт чашечка кофе да вот что кстати странно потому что мы типа кайан уже снова на мода чай чем но тем не менее но у сэнди митчелла кстати был рассказ и на одну страницу с каком-то сборнике там был рассказ на одну страницу ну вот такой типа знаешь как даже не пасхалка типа бонус трек ну так что 10 страниц это вполне себе ничего ну давай чашечка река собственно говоря с чего начинается наш рассказ он полностью посвящен юргену то есть здесь мы не услышим наших острот комиссара каина не не увидим да то есть его мужу бог скрыл как бы вот наш сегодняшний герой юрген собственно говоря все вы узнаете это верный помощник комиссара каина который преодолел с ним весь этот долгий путь такой пахом да 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 вархаммера вот сразу несколько моментов чтобы потом этого нет этого не касаться если кто-то не знает то юрген это у нас паре он и вы его скажем психически отрицательно психически отрицательный человек он его не видит варпы и он находясь если если какие-то варп сущности либо колдовство творится рядом с ним то он его как бы блоки блокирует и нивелирует да поэтому ну не самый сильный паре в кулек сузы не сгодился за конечно но тем не менее как бы люди на него даже те кто славник не работает они тоже как бы обращают на это внимание но он грамотно маскирует это такой прекрасной вещью как вонь как плохая плохая личный гигиена да скажем так но это на самом деле даже не то что он целенаправленно это психологическое восприятие его ауры психи отрицание вот ну да он попахивает но в то же время это еще усиливается в принципе ауры отвращения с паре и меня очень приятно находиться рядом зависимости от вашей психочувствительность либо просто неуют это как знаешь есть люди такие энергетические вампиры когда ты рядом с ним поставил то чувствуешь себя разбитым и опустошенным а если ты более чувствительна то и голова начинает болеть и вообще разок значит моя бывшая очень мощный паре это вот так было поэтому я в кулексус теперь думаю с этим разобрались итак с чего начинается рассказ мы с вами оказываемся на безымянной планете точнее нам и не называют просто какая-то планета где сейчас получается какой них расквартирован вальхальский полк расквартирован вальхальский полк здесь идет на планете война с культистами и ренегатами впрочем ничего нового комиссар каен возглавляет отделение как раз таки вальхальской пехоты и в данный момент они берут штурмом одну из резиденции местного аристократа который как раз таки вот скурвился короче очень развращен да очень развратился попутался с варпом и в общем произошло то что произошло причем юрген получается нам говорит что комиссар каен разработал гениальный план который прекрасно сработал типа на все сто процентов то есть это выглядит так что основные силы вальхальцев сейчас штурмуют типа город и все культисты как бы оттянуты туда и резиденцию охраняла как бы мало людей и во главе небольшой группы комиссар каен юрген и отделение вальхальских вальхальской пехоты они сейчас как раз таки атакуют эту резиденцию причем битва уже основная прошла они перебили большую часть культистов и юрген говорит что все кто мог оказать сопротивление оказали а остальные сейчас заняты тем что улепетывают спасая свои жизни типа каен и отделение просто гоняется за ними под этого монтипайтом да просто по коридорам носится на самом деле каен помещает себя всегда в условия максимально выгодные штурмовать город это опасно шальная пуля прилететь что это маленькое поместье это намного безопаснее то есть как я уже сказал основная битва отгремела и мы сейчас видим юргена который как раз таки наблюдает за каеном как тот героически просто цепным мечом разрубает напополам какого-то маленького полуголого культист на всех обложках да 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 вот герой империума все-таки конечно вот и он короче такой стряхивает кровь с цепного меча встает в гордливую позу остальные вальхальдс на него смотрят с таким воодушевлением да 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 и юрген говорит что я вижу что комиссар притомился и возможно ему скоро будет нужно освежиться освежиться поэтому он подходит какая ну со спины скажем так и берет на себя смелость похвалить его и говорить и говорит отличная операция героически убили этого парка вот здесь на самом деле очень классно раскрывается персонаж что он как бы то есть мы все видим глазами юргена и как он это воспринимает то есть он короче такой комиссар каен это была прекрасная операция каен оборачивается и тут юрген ну про себя думает что каждый раз когда я подхожу к комиссару он как-то странно дергает носом я не знаю почему это но это есть ну и горит еще типа там всякие сержанты рядом с ним стоят тоже непонятно почему типа постоянно носиком щекочут вот то есть он как бы своей не осознает все-таки вонючести скажем так чести это больше психологическая тема как работает вообще отвращение и собственно говоря он говорит комиссару что не желаете ли чашечку река фа он такой да почему бы и нет собственно говоря стить и они продолжают как бы идти по поместью продолжают защищать защищать какие-то комнаты отстреливать оставшихся культистов а юрген вспоминает что когда они шли по коридорам он видел кухоньку там наверняка есть река ф вот разворачивается собственно берет свой верный лазган он сегодня без мельты без мельты он редко ну да это знаковое оружие юрген пользуется в ней только в особых случаях вот он со своим лазганом как бы наперевес идет по коридорам обратно где по сути уже никто не сражается он сначала идет типа все вокруг очень дорого-богато выглядит то есть на действительно богатое поместье там коридоры с габелинами с дорогой типа мебелью с всякими мраморными статуями но в бою естественно это все было безжалостно расстреляно все габелины там в пораженных дырах от лазганов стены потресканы статуи разбиты типа столы там перевернуты за ними прятались культисты вся посуда разбита в швах но тем не менее юрген там вспоминает где примерно он увидел эту кухню и а стоит оставаясь скажем так настороже тем не менее потому что мало ли кончальный культист выскочит он идет как бы обратно то есть проходит сначала роскошной комнаты потом средней роскошности и вот он уже доходит до участка где по сути же жила прислуга там уже все более такое унитарное и видит наконец-то он тут дверь на которой написаны kitchen или там как например на хай готики скажем так вот идет он к ней и слышит что за дверью какой-то голос он такой ну типа наших там явно не осталось значит это какая-то скорее всего проблема приближается к двери прислушивается и там с той стороны короче он слышит бэйби бэйби в общем слышит как какой-то голос читает какие-то шимба-вумба там хай-я-хай-я-хай-я вот и он такой йоксель-моксель так это же колдовство какое-то колдунство страшное и тут есть очень классный момент он такой но с одной стороны как бы один гвардеец мало что может противопоставить колдуну хаоса как бы ну даже культисту какому-то потому что он скорее всего но с другой стороны он говорит мне же нужно на кухню действительно поэтому он просто ставит лазган на автомат короче вышибает с ноги дверь забегает внутрь и начинает просто искать цель и сразу же ее находит то есть возле одного из кухонных столов стоит джентльмен скажем так он очень дорого богат нет он не в цилиндре он в типа в такой шелковой туники из очень дорогой ткани весь короче в побрякушках в золоте в бриллиантах вот у него какая-то там типа золотой ободок на голове ну то есть этот местный как раз таки владелец видим этого поместья ну либо кто-то из его приближенных он поворачивается к юргену юрген смотрит на него и такой да пофиг типа сейчас я типа ему он колдовал да 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 не по не по-христиански как-то не по имперски вот но колдун хаоса тем не менее культист он заканчивает свой ритуал и рукой разрезает материю открывается такой варп разлом скажем так и оттуда вываливается как описывает это юрген это было зверюга у которой было очень много лишних лап и глаз понятно какой-то мелкий демон до вываливается какой-то мелкий демон варпа и собственно говоря колдун указывает на юрген и такой убей его можно дзенчицкий если много лап и глаз клюв еще торчал как они было вообще понятно вот указывает на юрген такой убей этого ублюдка вот и демон и начинает семенить к юргену но к чести юргена он не боится он такой я путешествуя с комиссаром каином такого дерьма навидался что вот это вот сопля который на меня несется это вообще изи к тому же некоторое время назад инквизитор вейн которая скажем так очень близко знает комиссара каина она знала она знала что юрген является паре и она пыталась ему это объяснить но он не понял но он не понял он такой типа ну инквизитор мне пыталась объяснить что я там какой-то уникальный но она использовала такие длинные сложные слова что у меня разболелась голова и я не слушал даже как я не парков убивал не кронов убивал и имел уважение вот демонов убивать пора и суть такова что на него несется этот демон он такой ягод только знаешь что у меня есть какой-то дар императора и он работает все мне вообще насрать поэтому он просто врубает короче типа разогревает свой лазган и начинает просто очередью в эту тварь палить естественно как бы демон как бы демон варп он не шибко как бы реагирует на выстрел лазгана но когда подбегает к юргену близко у того естественно его 0 аура она типа ему некомфортно начинает что-то шипеть вопить и в итоге как бы пара десятков выстрелов очередью и демон разлетается эктоплазму и развоплотился на самом деле как мы опять же зелись и хоруса знаем демонов лучше убивать классическим оружием мечом и огнем да надо их рубить и сжигать тогда все лучше работает а из пистолетиков них стрелять затея сомнительно как минимум вот и колдун естественно все это наблюдает и такой ты ты мерзкая троги что ж ты доделал-то гад вот и опять начинает читать какое-то заклинание его руки как типа покрываются синим пламенем он такой типа ащалай малай короче сейчас я тебе устрою но юрген на него смотрит в общем дает ему время немножко что почитал такой да иди ты нахер и просто подбегает к нему и из лазгана в упор ему просто в голову стреляет помнишь как пандиане джонсе было где там какой-то именно так причем он подбегает к нему в упор и у того короче руки гаснут и он такой и как бы юрий не дает ему возмутиться еще раз и просто в упор его из лазгана расстреливает тот естественно падает тот еще пару контрольных в голову и смотрит дальше ну типа вот стоял колдун он упал а за ним стоит стойка и на ней вскипает чайничек и он такой подходит открывает и такой чайничек полный рекафа ну кстати говоря на самом деле по поводу рекафа типа ну фишка в чем это общее название во всем империуме для кофеина содержащих напитку это понятно да потому что это не зерна кофе как таковые да потому что где-то используют корни где-то листья но по сути это все что содержит как вино содержащий напиток крепкий и вот конкретно может быть все что угодно у нас эти что же там в 15 часах там река варили сколько-то говнопалка из-за ну типа да в общем то поэтому в основном это общее название не то что прям вот это кофе как мы это понимаем да ну в отличие от отвара там на потому что это именно вальхальская тоже да там это вальхальская трава это типа их местный чай очень горький ну окей но на самом деле в этом имеется смысл потому что каин не сразу привык к тайне как бы он поначалу все-таки до угол парик так а все кофейничек и все да он такой о кофеечек повезло с рик кафом и на этом это эпопея сэнди митчелл не пишет больших рассказ есть одна повесть кстати можете отдаю в итоге доберусь и книжку я пересказывать морально как бы не готов да это на стриме над делать на самом деле а вот туда поесть я может еще и доберусь там есть среднего размера то есть больше что то но я там тоже парочку что да на одну страничку я в общем раздобыл он чайничек кофе убив демона и колдуна что в общем-то того чтобы таких гвардейцев но сэнди митчелл я уже говорил об этом это такая как сказать ну даже не юмористическая это ироническая ваха детектив есть иронический детектив легкая и забавная да это иронический мир такой он не на серьезных щах вот поэтому нужно делать и фаби байл он по идее тоже такой с юморком с юморком но он более серьезно больше фаби байл фишка в чем это сказать реально существующий персонаж но это не так он базируется на конкретном персонажи из бэкграунда он как бы на протяжении кодексов есть есть миниатюр есть его история в чем огромная история на гересе он конечно идет а комиссар кайна полностью вымышленный он как бы интегрировали у минька же есть неофициально но она как бы единственная минька которая типа была официальная это делалось лимитка блок-лайбери у них было свое время серия книжкам они делали меня она просто как коллекционно да это типа минька вот именно такая поэтому каин он больше все-таки вымышленный вот я говорю жанр который сэнди митчелл культивирует это иронический вархаммер поэтому нужно делать на это скидочку конечно же но в целом вот такие вот рассказики тоже неплохо раскрывают ну героев в данном случае цикла посмотрим что будет еще вам спасибо за просмотр хоть и маленького но я думаю не бесполезного рассказа кстати говоря очень часто пропускают маленькие рассказы а зря не читают их там или они как-то выпадают потому что в основном если по отдельности книжки выходят то их там нет а маленький рассказ только вам не буду это знаешь это как читать ересь хоруса чисто по романам да и рассказы не читать и тогда теряешь примерно ну треть наверно все ереси минимум до сборников дофига в общем такая вот история всем спасибо и увидимся в новых выпусках как всегда пока 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 осталось и